канал о моделизме зачем ты меня это того собрались я не могу ли это лёха будет рожать потом это потом в конце ролик в неизданные вот рома специально видит ладно все подожди пленка идет о немогущих как как с тобой работать с тобой только рожать привет youtube здравствуйте наши уважаемые подписчики просто оздоровлют с вами а студия и сегодня у нас в студии замечательный человек который наверное раза с 15 согласился у нас сниматься хотя его прошу каждый день сниматься это человек алексей шалопаев привет лёш итак друзья мы сегодня с алексеем будем делать наборчик у нас прислали нам микро дизайн баки топливные т34 из у из у все имеют такие интересные баки лёв и когда вот ты знаешь модельку делаешь не из пластика вот из этих баков чуть-чуть помять там да вот эту модель сделать отверстие от пульт точно становится более интересным всегда когда на пластике такого не сделаешь всегда когда смотрел вот на это дело я всегда думал как живут люди это вот делают а это всего лишь травленные баки а это всего лишь отравленные баки да друзья выглядит это вот так просто прямоугольные кусочки и кружочки и сегодня полосочки и полосочки да и сегодня мы с вами посмотрим как живут с таких полосочек и кружочков можно сделать бак так что спасибо микро дизайну за такие интересные плюшки которые нам прислали сегодня и мы начинаем лёш скажи пожалуйста вот перед тем как начать я же купил фототравление да я там думаю вот сейчас у меня все получится для именно этих баков можно какой-то специальный инструмент ну и конечно же паяльник там расскажи каким инструментом ты пользуешься ну собственно здесь все просто есть паяльник модель сети 96 была подарен подарена родственникам с регулятором температуры паяльник на 60 ватт регулятор стоит где-то приблизительно на две трети до температуры то есть и мощности чтобы он как бы не перегорал лишь хочу здесь вот важный момент когда я иду покупать паяльник там стоит вот эта мощность паяльника какой именно вот не 60 это достаточный или 60 многовато поэтому где-то ну вот от 40 до 60 в принципе с и горе с регулятором и не на полную мощность чтобы он опять же не перегорал то есть чтобы он не шпарил так сказать на на все на все деньги да соответственно нужна будет подставочка такая чтобы паяльник не валялся на столе в этой подставке есть губка специальная такая для очистки органическая губка смоченная водой обязательно это основной момент мало кто об этом знает да соответственно нам чтобы снять лишний припой мы об мокрую губку таким вот образом просто чистим паяльник и весь весь припой остается на на губке лишний припой желательно толщину сами подбирайте у меня вот такой тоненький совсем 03 по моему что ли и соответственно без канифоли должен быть чтобы не пачкал не пачкал где-то внутри не было канифоли да да потому что мы используем активный флюс для очищения поверхности фотоотравления детали от оксидов и для улучшения растекания припоя соответственно флюс используем я использую флюс фирмы wilder такой банки вот уже пять лет не могу использовать я перелил ее в старый пустой бачок из-под клея с кисточкой вот здесь видно да сколько за 5 лет ушло даже практически даже четверти не ушло используется для фотоотравления соответственно сгибательный инструмент фолдер тул фолдинг фолдинг тул фолдинг да да я использую от small shop американский есть маленькие есть большие ну как бы для походных целей используем маленький соответственно пансон для изгибания круглых деталей тоже от small shop ну пинцеты различные пассатижи томиевский томиевский надфиль до для фотоотравления а он именно идет для фотоотравления но он позиционируется да именно вот как вот для фото для железа для металла а вот это у тебя есть такой вот хитрый хитрый пинцет с губками из керамики для того чтобы не испаивались детали с пинцетом самим потому что часто с медами с металлическими пинцетами бывает можно припаять деталь к самому пинцету и потом приходится и решал вот такие инструменты наверно магазине для пайки продаются aliexpress aliexpress на всем известно альбаба раз пару слов лег вот я знаю что ты пользуешься тамеевскими такими холедро не за миски это фирма проскид куплена в чип иди по моему что ли ну посадочными отами круглогубцы и маленькие пассатижи для для мелких деталей что-то что-то согнуть что-то поддержать соответственно вот пинцет пинцет с фиксатором что если надо где-то что-то соединить две детали испаять третий руки нет вот пожалуйста есть пинцет с фиксатором такой есть такой-то раздвижной пинцет обратный на обратный дом называется вот лишь вот много говорят о том что на чем резать фото отравление некоторые берут керамическую плитку но это минус лезвие до нас лезвие сразу да вместе с гнуками от смол шопа раньше продавался вот набор с такими с таким вот рук стеклом я соответственно нем режу на нем по я и использую скотч выкладываю таким образом чтобы у меня липкая сторона была наружу да можно что-то отрезать деталь какой-то на скотч и можно наоборот на скотч и зафиксировать да там для пайки что-то сделать собственно вот мы и также используем блю так для фиксации деталей между собой но обыкновенный нож данный модель нам понадобится и пилочка пилочка до самый самый весь интерес что пилочка должна быть усажена то есть не новая не новый далеко не новый вот потрогаю на прям почти лысая а для чего ну и лучше припо выбирать на металле остается меньше меньше рисок лишь еще вопрос такой вот некоторые говорят что с металлическими деталями даст флюсом того надо работать чтобы руки были там совершенно чистые и в перчатках чтобы не оставляли жирных следов но в принципе как бы мы флюсом чистим некоторые говорят что детали фототравления перед спая перед пайкой надо прошу про шкурить скажем тогда там пройтись наждачки либо пилкой то же самое ну кому как удобный я не использую это мы еще не рассказали такие две интересные штучки есть еще свое время были куплены от мишин models вот такие два тоже сгибательных инструменты скажем так ну соответственно опять же для круглых деталей разных диаметров они выглядят как ракета такая соответственно что-то можно на конус согнуть и разные диаметры вниз ведерочка как раз да попробуем мы использовать для ведер ну что лишь здесь в принципе понятно какой инструмент будем использовать как ну а теперь сами хитрости как мы друзья из обыкновенных плоских кусков будем делать баки сегодня не переключайтесь если вы хотите сегодня как это прокачать свой скил лайки без смотрите нас распаковали детали здесь мы видим какие-то дефекты что ли ну не дефекты может быть что-то грязь какая-то осталось от упаковки от скотча которым она крепится картоновой основе мелким абразивом попробуем почистить расскажи а вообще вот под отравление но как-то перед файкой ты обрабатываешь там спиртом например ну как я уже говорил раньше что его его можно обработать мелкой наждачкой в данном случае вот есть такая губочка 3 мовская ультрафайн можно почистить мы не будем чистить всю деталь все весь литник точнее почистим только один бак таким вот образом с двух сторон можно обработать спиртом ацетоном ну скажем так обезжирить дальше берем оргстекло ножик и как все ну кто-то знает кто-то нет кто-то первый раз сталкивается отравлением есть маленькие вот такие типа литников и самым простым способом отделить деталь будет прислонить видно не видно что здесь на камере прислонить к торцу детали и нажать то есть ты просто не режешь она же делаешь ну небольшой нажим да и вот она уже отходит то есть вот эта перемычка она очень-очень тоненькая аналогично делаем с другой стороны прислонили к торцу детали ножик лезвие и легкий нажим соскочил уперся практически у нас деталь отделена лишь вот некоторые используют какие-то там ну скажем по прокладке там стекло там шайбы некоторые настоящие резиновые ты вот все-таки рекомендуешь что-то такое более более жесткого риск более жесток стекла да здесь у нас остались мелкие перемычки вот как раз старую саженную пилка либо опять же можно использовать тамеевский надфиль для удаления питателей вот этих ну да заусенцев которые остаются от отделения детали данном случае у нас с вами бак получается довольно плотный плотная деталь и согнуть ее будет очень сложно для того чтобы сгибание прошло легче деталь можно немного отжечь можно зажигалкой можно над свечой кому как удобнее вот у нашего коллеги есть такая вот интересная горелка сейчас мы попробуем отжигается детали прям вот до красно что это не про нет ним надо немного и погреть чтобы она поменяла цвет сейчас мы попробуем ее но я здесь технику безопасности соблюдать его нагревается обязательно температура не держим на одном месте не завидно на камеру она начинает менять цвет я немного ведет даже нам это не страшно мы будем ее все равно изгибать даже в инструкции написано до что надо отжечь такие детали которые будут гнуться серьезно дальше мы используем смош опуске этот пуансун для круглых деталей таким таким вот образом зажали вот первый размер у нас с вами видите получился как заготовка на обязательно сразу ну как бы больших делать надо начать с большего так будет более плавный переход можно согнуть сделать залом и так скажем которые будет впоследствии тяжело уже убрать потом ты на другой размер переход потом переходим до на следующий размер но нам выставить и вот таким образом подогнать инструмент интересный пользуюсь им все равно как бы меньше чем хотелось бы поэтому вот такого рода получается у нас ну и соответственно старая рукоятка от ножа на ней уже догибаем некоторые говорят что размер 3а батареек подходит этот мизинчиками возможно не пробовал вот у нас получилось уже такая заготовка но к сожалению надо еще согнуть то есть здесь надо сделать лишь так чтобы она сама сошлось практически то есть руками здесь гнуть нельзя нет ни в коем случае обязательно надо на какой-то основан на цилиндре да потому что руками мы нагнем не то что нужно соответственно нас еще есть здесь маленький кант который необходимо было бы изначально подготовить но это упустили между сточить чуть-чуть не сточить а применять применять для чтобы у нас было лучшее схождение ну и соответственно для сгиба деталей подойдут любые подручные средства как в данном случае рукоятка от экселевского ножа самого стандартного пройдем бак на ней еще раз то есть это ты крутишь его да конечно да плавное плавное сгибание по всей окружности чтобы опять же не было лишних заломов когда работаю с отравлением лучше не торопиться до спешка нужно только при ловле блох не обязательно смотреть на как у нас с вами получается окружности то что где-то можно больше подогнули где-то меньше к сожалению пансон не дает нам возможности согнуть надо чуть-чуть больше чем есть на самом деле чтобы у нас было полное схождение детали ты имеешь ввиду какой-то вот миллиметр надо оставить да нет наоборот видите я как бы сделал нахлёст небольшой то есть верхняя часть она видите чуть заходит на вот о чем я говорю то есть вот он как бы вот сходится вот здесь вот видно то есть это место для пайки до чтобы да да чтобы у нас с вами держалась деталь ну как на настоящем баки же делается там тоже практически практически чтобы его потом припаять четки лишь правильный настоящий баки они также полюс и там есть у них сварной шок вот этот вот да ну как бочки делают к сожалению не знаю как делались настоящие баки на т-34 в войну ну я думаю что да с одного листа он также наверняка наверняка сгибался и сварился для правильной центровки боковины бака с рукояткой необходимо маркером нарисовать прямую линию чтобы вот но отцентровать потом с отверстием чтобы пробка бака была четко наверху и чтобы рукоятки бака были перпендикулярны заранее до начертили линию на баки и соответственно разметили на боковинах до разметили посадочные места для ручек и для центровки в дальнейшем с горловиной вака и Субтитры подогнал «Симон» 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 покажи вот еще раз плюс он с в 0 1 до 0 это от вайдера гари банки хватит лет на пять плотных работ с водоутравлением кто начало перелистнул еще раз мы вам говорим что вот у алексея в этом пузырьке не клей не вздумайте клеем это делать это баночка просто из-под клея отами и туда налит вот этот плюс поэтому не перепутайте а потом скажете что видео мы посмотрели там он клеем делает нет это просто стеклянная баночка а там плюс лишь а плюсом ты пользуешься как бы заливаем или ставишь такую как точечку . обезжириваешь ты что-то получит как бы мы протравливаем место куда будет наноситься припой в данном случае вот нас рукоятки работа очень филигранны ставим точечку вот еще момент один из моментов когда мы подносим паяльник припою а паяльник у нас с вами не берет припой видите он скатывается вниз соответственно есть момент один такой мое личное наблюдение что можно взять и кончик паяльника чуть-чуть макнуть во флюс почистить его а губку вы станут эти окиси когда и соответственно у нас раз паяльник берет припой мы ставим немного по точечке припоя куда мы наносили флюс ставим точки припоя флюса на нашу боковину левой рукой мало кто умеет работать в том числе и будучи правшой ребят вы сразу готовьтесь к терпению до терпение надо просто адской иметь дальше дальше мы чистим опять паяльник губку как я рассказывал губка должна быть смочена водой таким образом мы чистим паяльник от припоя лишнего припой у нас с вами на ручке на рукоятке вот чистый паяльник вот для этого друзья мы размечали чтобы спозиционировать рукоятку как раз и по этой линии алексей вот припоевает и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Соответственно вот у вас много припоя Много припоя Та зальет Может залить Допустим ту же самую рукоятку целиком Вам придется ее потом отпаивать и чистить Соответственно лишний припой С паяльника вы убираете А мокрую губку Вот чистый паяльник Видно? Ну что у нас лишь получилось? Вот у нас с вами получились Две детали спаянная между собой рукоятка и боковина бака здесь в детали бака есть специальная прорезь под эту под боковину я как раз говорил о том что надо чуть чуть больше ее до согнуть чтобы она чтобы был нахлёст видите деталь не встает и соответственно вы сейчас можете видеть как она встает в паз и нахлёст уже сходится ровно лишь покажи нам от бака самой модели как мы слышим делать ручки да вот подержи пожалуйста то есть мы правильно вот делаем фломастером как раз для того чтобы спозиционировать с той линии которая нас есть наверху да да вот у нас видите вот эта линия осталась соответственно мы ее выравниваем четко и у нас получилось рукоятка в нужном нужном направлении вот горловина соответственно вот рукоять к четко перпендикулярно соответственно здесь тоже самое ну здесь у нас немного потерялась линия поэтому сделаем на глаз но человек который опытный да он в принципе так уже понимает как это делается вот но для новичков линия обязательно до дальше идет у нас с вами спайка самого бака проверяем перпендикулярно ли ручки проверяем сходится ли у нас бак то есть ты плюс прям заливаешь пошел бы да прям в стык дальше также набираешь набираем припой припой до нажала и прогреваем бак таким образом у нас пропаивается но опять же здесь друзья не забывайте про технику безопасности бак ни в коем случае руками не надо держать он нагревается и вы обожгете свои руки лёш а ты не пользуешься есть такое приспособление вот третья рука ну иногда есть да да она есть запасе соответственно иногда приходится потому что ну третьей руки иногда не хватает лишь мы пропаиваем весь шов или пока только боковинки частично частично сейчас сначала спереди сзади а потом пропаяем весь для того чтобы бокал на жесткость приняли на вверх вот и паяльником здесь водишь для того чтобы добиться чтобы этот шов был гладкий чтобы потом меньше обрабатывать да ты прав как раз обработка флюсом да то есть чтобы припой растекся я просто прогреваю деталь а вот эти две боковинки которые там есть они автоматически как бы входит спас их понять уже не на нет их их желательно тоже пропаять сейчас покажу как сейчас мы будем паять вот эти боковины все равно по контуру по всему надо будет до пройтись для жесткости бака да если мы в дальнейшем планируем его как-то деформировать то лучше спаять конечно видно и ты как бы начинаешь крутить его соответственно после пайки основной шов лучше обработать опять же пилочка она не грубая мелкая пилка да видите у нас получился слишком большой нахлёст можно попробовать его так скажем зашпаклевать припоем для этого еще раз нанести флюс зафиксировать бак взять побольше припоя нахлёст и Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Скорее всего, недоработка при подготовке детали к пайке. Такое случается. Что-то где-то не догнули, не досмотрели. Ну, надо знать, как исправить. Правильно? Ну, да. Моделизм процесс творческий. Все, можно... Ну, ребят, мы сразу говорим, что вот первый бак, это 100% у вас может не получиться, да, если вы никогда не паяли. Поэтому здесь не надо расстраиваться. Такие баки я паял года два назад. Ну, и скажу вам, третий бак получается уже идеальный, четвертый вообще не придраться. То есть, это ты сейчас шпаклюешь, да-то? Ну, да. Заполняю неровности припоем. Даем детали остынуть. И начинаем дальше. Шлифовку. Лёш, скажи, пожалуйста, вот когда ты делаешь такие вещи, да, потом, ты все-таки пользуешься грунтом для металла? Ну, необходимо, да. Какой-то Томиевский из баллончика, либо Мистер Хобби. То есть, грунтовать металл желательно, да? Желательно, для лучшей адгезии краски. Все-таки используются флюсы, пайка, клей. И, соответственно, лучше бы загрунтовать. И вот таким образом мы припоем заполнили ступеньку на нашем баке. Соответственно, со шлифовав лишний припой, у нас получилась ровная поверхность. Суперфайном. Также мы убираем риски от пилки. Немного пошлифовываем. Собственно, вот практически бак у нас готов. Осталось только горловинку приклеить или припаять? Ну, это уже, да, это уже кому как больше нравится. Кто-то захочет ее приклеить, кто-то припаять. Соответственно, техникой все то же самое. Ну, и для закрепления результата мы с вами сейчас сделаем второй бак. Также отделяем деталь с платы. Леш, вот этот шовчик, про который ты говорил, он есть, да, по которому, где загибаешь, чтобы две детали соприкасались к баку. Да, да, да. Выправленные, да? Сейчас я покажу, есть на детали небольшое утоншение, на которое должен быть нахлёст. Не знаю, камера покажет. Сейчас мы попробуем свестись. На внутренней части есть вот такая вот маленькая ступенечка. Нам желательно ее изначально бы загнуть на гнулке. То есть, видите, вот здесь вот ступенька и здесь ступенька. То есть, по идее, они должны друг на друга взойти нахлёст. И тогда у нас не будет такой ступеньки, как на первом баке. И нам, мы не будем тратить время. Ты вот про большой этот шов говоришь, да? Да, нам не придется тратить время на вот это вот шпаклевание, скажем так. Мы используем гнулку. Вот, будет у нас наружнее. Прям, буквально, чуть-чуть ее согнуть. Она у нас сейчас, конечно, возможно распрямится, но попробуем. Это ты делаешь до отжига, да, получается? Да, пока она нам позволяет. Что-то надо для отжига, что-то после. Чуть-чуть подогнули, ну и дальше включаем горелку. Ага. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Эпи-чуть. Эпи-чуть. плавно прогреваем металл пока он не поменяет свет то есть в одно место ни в коем случае да конечно но это же можно сделать и на зажигалке на свечке да не обязательно покупать такой агрегат агрегат для удобства и так сейчас для удобства мы с вами начертим эту линию который мы чертили на том баке уже в спаянном состоянии не спаянного согнутом сейчас мы для удобства начертим ее попробуем карандашом то есть мы отожгли теперь до линии рисуем карандаш берем снова пансон даже вот можно заметить на блике то есть металл стал настолько мягким что линия от карандаша вот она даже немного изогнула как фольга на самому еще согнуть правильно то есть сначала мы делаем больше диаметров для простуда делаем самым большим и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Деталь готова DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше 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 и разгоняя припой по стыку и как бы крутишь да и покажется ваку вокруг вот этого шла здесь много припой не нужно когда припой надо чуть-чуть не знаю конечно камера зафиксирует вот он мы его разогнали одну маленькую каплю по всей окружности соответственно на краске этот припой практически видно не будет тем более у нас там будет своими дальнейшем заливка бак нагревается очень сильно поэтому не могу его держать пальцами вот есть какие-то перчатки ребят которые термоперчатки конечно тогда удобнее будет вот таким образом но потом ты чуть-чуть поправляешь чуть-чуть убираем лишний припой разглаживаю по детали он настолько тонкий что его видно не будет по поводу горловины лишь скажи пожалуйста мелкие детали горловина до горловина дана нам тремя деталями очень тонкая вот это вот обе ободочек очень тонкий я предлагаю его не паять а потому что возможно просто припой зальет его его будет не будет видно соответственно лучше всего будет посадить на клей тем более ну на него на горловину нагрузки уже и будет не будет никакой она будет прекрасно держится на клею собственно вот приступаем к шлифовке да ладно мы там все подотрем что ты запекаем все все итак нашу кружок очень умелые ручки и лёлик и болик на связи что это он разговаривался концу ролика так готов давай сергей ляпи ну что друзья мы с вами сделали два бака такие две батарейки 3а можно сказать лишь подытожим это видео скажи пожалуйста вот с этим травлением что-то вот есть у тебя понравилось не понравилось все таки жестковато ну или какой как я говорил жесткость убирается отжигом какие-то некоторые дефекты при может быть какие-то недочеты при сгибании тоже убираются путем шлифовки заливки припоем да в принципе работать можно да но мы вам показали да что если в принципе даже не надо использовать никакую шпаклевку лишь показал как можно использовать припой в качестве шпаклевки вот два бака у нас прекрасные появились потом мы их обязательно сделаем крышечки на них на клеем на клеем посадим на клей потому что можно можно испортить припоем ну что друзья нам останется только сделать специальные полосы такие которые крепятся винтами гайками легче своего рода хомуты хомуты до который которыми эти баки крепились кузова танка ну их можно сделать нарезать по полосы из остатков водоотравления может быть что-то придумать может быть они где-то есть в наборах кстати да кто знает пишите в комментариях нам будет интересно готовы ли где-то полосы уже сделанные там барашки или там что-то было да ну как доктор катарались они вот ну а мы вам показали в принципе один из самых простых способов сделать баки не клея никаким цена криватным клеем а именно паять поэтому я считаю что вот два бака мы сделали в течение полутора часов вместе за да я думаю наверное даже и того меньше это было чистого времени может быть минут по 15-20 на бак ушло с учетом подгонки шлифовки отжига патронные ящики да и и всякие ящики zip тоже делаются наверное еще проще потому что там не надо отжигать ничего все все сгибается по линиям соответственно также подпаивается изнутри ну желательно изнутри поеда чтобы меньше обрабатывать снаружи вот ну и остальное все мелочи и тренировка 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 видите второй бак получился в разы быстрее и лучше чем 1 а 3 черт и вообще бы сказочным будут просто идеальными ну что друзья обязательно ставьте лайки потому что лёша меньше чем за 200 300 лайков не будет приезжать к нам окей договорились обязательно будет смотреть если стоит 300 400 лайков он сразу приезжает и мы снимаем еще одно интересное видео как спаять ведра специально сделаем такие вещи да вот у нас вот есть такой же нам но набор от микро дизайна ну попробуем ставьте лайк обязательно пишите в комментариях с вами была а и студия алексей шалопаев и что хорошая фирма который делает хорошие от отравления всем пока пишите комментарии удачи до новых встреч